Как проверить истинность религии? Когда наши зрители узнают, что мы не просто православные христиане, а еще и популяризаторы научного взгляда на жизнь, то часто задают нам вопрос. А как проверить, что наша религия нам не врет? Ответ прост. Никак. Это следует из самого понятия религия, как мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. Религия возникает и действует там, где не работают научные способы познания, то есть невозможно провести наблюдение, поставить эксперимент, поэтому по мере развития науки в области действия религии уменьшается. То есть если мы на машине времени переместимся в прошлое, встретим Иисуса Христа, то мы сможем его сфотографировать, узнать точную дату его рождения, сделать ему кардиограмму, томограмму, даже можем сделать ультразвуковое исследование беременности Девы Марии. Но мы не сможем ни доказать, ни опровергнуть божественную природу Иисуса Христа. Об этом можно только спросить самого Иисуса Христа, его последователей и его преследователей. И кому-то из них поверить, а кому-то не поверить. А для этого и машина времени не нужна. Просто читайте книжки. В религии утверждение, принимаемое на веру, называется догмат. Религиозное вероучение состоит из системы догматов и логических выводов из этих догматов. Это очень похоже на аксиомы и теоремы в геометрии. В духовной семинарии это изучается на предмете основное, оно же догматическое, богословие. В интернете полным-полно этих лекций. В свободном доступе все, кто хочет, качайте и изучайте. Догматика не сложнее, чем математика. Но не всякая вера это религия. Религия это только та вера, которую нельзя проверить научными методами. Например, вера в плоскую землю это не религия, потому что проверяется и опровергается с помощью физики и астрономии. Даже вера в исцеление иконами, молитвами тоже не религия, хотя присутствуют религиозные обряды и религиозная атрибутика, потому что проверяется это и опровергается правильной медицинской статистикой. Для того, чтобы религия существовала и развивалась, существуют религиозные организации, они же церкви. Уставная цель церкви – сохранение и развитие религии. Причем конкретные религии, например, православного христианства, если эта церковь православная. Но вместе с целевой религией при церкви активно и обильно действуют и другие самые разные религии, например, язычество, неоязычество, эзотерика. И прочие верования разной степени бредовости и мракобесия. Потому что в церкви благоприятные условия для всего этого, например, доверие к тому, что кто-то где-то что-то сказал, увидел или почувствовал, особенно если это было лет пятьсот назад. То есть в церкви наука и научные способы познания не мешают? А еще у церкви, как у всякой общественной организации, есть политические и экономические интересы, которые используются для достижения уставной цели, а также в корыстных целях. А язычество и эзотерика, и тем более всякий бред и кринж лучше монетизируется, чем богословский правильное христианство. Таким образом, мы не можем доказать или опровергнуть религию, потому что для этого у нас нет никаких способов. Мы можем только разочароваться в своей религии и также без доказательств поверить во что-то другое. Но, понимая догматическое богословие своей религии, мы сможем критически проанализировать религиозное или около религиозное высказывание и понять, относится ли оно к нашей религии или не относится. Кстати, дорогие зрители, вы можете это проверить, задавшее нам какой-нибудь провокационный вопрос на религиозную тему во время прямого эфира. Желательно донатом, чтобы мы не пропустили случайно. Поэтому, если мне кто-то где-то, в том числе и в православном храме, скажет мне что-то, что логически не следует из догматов православного христианства, я с чисто христианской совестью отвечу, а мне пофиг. Старец-отец пигидей сказал, что тик-так дьявольская соцсеть. А мне пофиг.